Продолжение следует... А вы в курсе, что Общественная палата города Сочи в этом году отметила свой юбилей? Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня тема нашей программы – это Общественная палата города Сочи, которая вот уже 10 лет является своеобразным проводником между властью и жителями курорта. И гость нашей студии сегодня – председатель Общественной палаты города Сочи, член Комитета городского собрания по образованию, науке и культуре, председатель Комиссии по взаимодействию с Общественной палатой города Сочи Надежда Козлова. Здравствуйте! Добрый день! Вы являетесь депутатом, председателем Общественной палаты и в этом году снова были выбраны уже в третьем созыве. Кто еще вошел в состав Общественной палаты нашего города? Вы знаете, формирование Общественной палаты города Сочи, оно по отношению к предыдущим созывам, оно не менялось, потому что это определено законом. Одна треть, это прежде всего называет глава города, тех представителей, которые наиболее известны, популярны, внесли большой вклад в развитие города Сочи. Одна треть, это представители наших районов и одна треть состава Общественной палаты, это выдвижение через конференции, собрания от общественных организаций. Хочу отметить, в этом году приступил к работе состава Общественной палаты в количестве 45 человек. Сформировано 6 комиссий, они определены по опросу и звучанию тех сложных тем, которые сами жители определяют. Например, комиссия по развитию курорта и взаимодействию с программами по постолимпийскому наследию, комиссия, которая работает по направлению межнациональных отношений, образования, культуры. И эта комиссия очень серьезно работает в том числе и по взаимодействию с общественными организациями, особенно которые вновь изданы в период подготовки и проведения Олимпийских игр. Ряд других комиссий, конечно же, это комиссия, которая взаимодействует с населением, со структурами, определяющие развитие жилищно-коммунального хозяйства, малого-среднего бизнеса. Есть комиссия, которая занимается общественным контролем, подготовкой решений, экспертизой и вопросами взаимодействия с правоохранительными органами. А цели и задачи изменились за эти 10 лет вообще общественной палаты города? Ну, конечно, есть определенные изменения. Я просто хочу сказать, что тот период, который работал первый-второй созыв, он определенно для нашего города был судьбоносным, потому что мы готовились к Олимпиаде, мы жили в период подготовки Олимпиады. И я думаю, что те задачи, которые были определены, нам казалось, что они самые главные. Но наступил период, когда Олимпиада закончилась, и мы попали в новый город. И в этом городе оказалось не менее, не меньше задачи. Но мы все знаем, что у нас есть проекты социальные, которые поддерживаются федеральным законодательством. Это для инвалидов, для ветеранов, для ряда многодетных семей, ну и другие программы. Второе направление, которое нас очень волнует, и мы над ним работаем, мы получили новый город. И здесь подписание Харти, и я люблю мой Сочи. То есть работа с постолимпийским уже на следующем. Конечно. Вот я и говорю, по этому составу какие-то, с одной стороны, вроде как и изменения. Но эти изменения связаны с той новой жизни, которую нам предлагает общество, сформировавшееся в городе Сочи. Потому что мы имели бальнеологический курорт. К нам приезжали в санатории гости наши, в море покупаться, на пляже позагорать. А сейчас появился у нас и горно-климатический курорт, и совершенно потрясающие те объекты культурного наследия, которые мы получили. Это тоже целое направление, которое сейчас ведет общественная палата. Это еще одно социальные проекты и программы. Но здесь уже направление работы общественной палаты. Комиссионно. Ну, население очень волнует. Какое лекарство в связи с санкциями мы получаем? Насколько оно доступно? Как работают аптеки? Насколько именно направление фармакологии вообще-то имеет контрольные какие-то функции? Очень много жалоб в этом плане. И хочу отметить, вот в настоящее время общественная палата проводит мониторинг. Работает, приглашая экспертов по аптекам и по данной теме. То есть вот одна тема. Вторая тема. Мы сегодня с депутатским корпусом в какой-то степени объединились и параллельно стараемся в нулевых чтениях очень серьезно подойти к изучению бюджета. Это очень трудная работа. Но, пожалуй, для законодательной власти ничего не может быть важнее, как подготовка, принятие и контроль за бюджетом города Сочи. Но самое главное, вы понимаете, общественная палата всегда готовила рекомендации. Эти рекомендации, как правило, ложились на стол для обсуждения главе города Сочи. И через публичные слушания готовился материал, который мог бы в той или иной степени или же помочь, или же подкорректировать готовящееся решение. Сейчас, мне кажется, очень важное решение принято. Я вошла в городское собрание. И в городском собрании создана комиссия. По подготовке экспертных заключений, общественного контроля, взаимодействия с общественной палатой. И я предполагаю, что это более эффективная работа. Подготовленный материал, я предполагаю, будет в качестве, может быть, в той или иной степени основой для контроля, проверки, принятых самим же городским собранием решения. Не может быть такой ситуации гражданин общества с одной стороны, а власть с другой стороны. Необходимо это взаимодействие. И тогда у нас, думаю, что не будет, как и ранее не было в городе Сочи, таких социальных сложных вопросов, которые бы нельзя было решить. А когда эта комиссия при городском собрании по взаимодействию с общественной палатой была создана, и какие предпосылки были для ее создания, и как она работает? В октябре месяце на заседании сессии городского собрания была сформирована эта комиссия. В эту комиссию вошли представители общественной палаты, вошли представители от каждого района депутатов, которые имеют, ну, во-первых, в части вошли председатели комитетов, которые объем информации достаточно весомый, сложный. И эта комиссия приступила в конце октября к работе. Ну, вот первый результат сегодня на сессии. Мы дали некоторые предложения, особенно, допустим, анализируя доходную часть бюджета нашего города. Я думаю, что те направления или те ссылки, которые уже комиссия предложила сделать, они будут учтены обязательно. И так по каждому вопросу, который касается развития нашего общества для жителей. Те или иные вот сейчас нас волнует, насколько все-таки получат земельные участки наши многодетные, да, семьи. Нас волнует, насколько мы сейчас обратим внимание на проблемы, которые связаны с образованием. Вы знаете, какая проблема? У нас же на следующий год войдут в работу, в строй ряд детских садов, дошкольных учреждений. Необходимо предусматривать финансирование. Некоторые, может быть, программы наиболее эффективны. Потому что мы заявляем в соответствии с решением и контролем президента Российской Федерации, что у нас не будет очереди в детские дошкольные учреждения. Ну да, в 16-м году нужно ее ликвидировать. Да, а в 16-й год уже не за горами. А как сочинцы могут или общественные объединения принять участие в работе этой комиссии? Могут ли? Каким образом? Вы понимаете, есть сайт, и я прошу вам потом просто этот адрес еще и еще раз указать. Есть телефоны доверия, есть обращение адреса, которые мы постоянно цитируем, пытаемся публиковать. Есть информационные целые блоки в газете, на телевидении. То есть есть звонок, есть предложение, есть письмо, есть... Каждую неделю я веду прием по субботам. Главное, когда мы приходим на сход, когда мы приходим в общественную организацию, самое главное, чтобы вот та связь, которая была, она была конкретной. Не потому что мне все плохо, мне все не нравится. А если мы научимся более реальные какие-то вопросы, предложения, видеть, как они и когда они будут реализованы, и помогать с одной стороны власти, а власть помогает жителю, вот тогда, наверное, мы будем жить более красиво и счастливо. А сегодня уже много общественных организаций, которые вот с вами плотно взаимодействуют? Понимаете, по нашему реестру в городе Сочи у нас было более 200 общественных организаций. Общественные организации за этот период времени, я сегодня хотела бы к руководителям общественных организаций обратиться, посмотрите, насколько вы правильно зарегистрированы, есть юридические нормы, их нужно обязательно соблюдать. Если вдруг у вас возникают какие-то проблемы, работает общественная бесплатная юридическая клиника. Адрес ее в Адлере, но мы сейчас рассматриваем вопросы на улице Ромашек, номер 3. Но мы сейчас рассматриваем открытие такой общественной клиники, которая очень хорошо себя зарекомендовала, в том числе и в Центральном районе. Пожалуйста, мы в качестве, может быть, здесь не только помощи, но и сопровождения для решения обязательно поможем юристами. Слава Богу, у нас в городе Сочи юристов очень много обучающихся в вузах, наиболее продвинутых, с их преподавателями. Я так думаю, что мы поможем в этом плане. Поэтому в настоящее время активно работающих общественных таких организаций порядка 40. Надежда Ивановна, время нашей передачи, к сожалению, подходит к концу. Хотелось бы, подводя итог нашей программы, чтобы вы озвучили цели и задачи общественной палаты на новый уже 2016 год и комиссии по взаимодействию с общественной палатой, которая работает при городском собрании Сочи. Я предполагаю, что и общественная палата, и комиссия, созданная в городском собрании, и в целом городское собрание, депутаты городского собрания, поставили перед собой задачу и цель – доступность к тем объектам для сочинцев, которые есть, сформировать возможности получения рабочих мест, которые бы прежде всего передавались для сочинцев. И, соответственно, компетенция сочинцев от этого должна быть высокой, уровень образования, культуры ни в коем разе не понижен. Потому что сейчас городское собрание говорит о следующем, что все-таки бюджет на социальные нужды, он высокий, так же, как и в прошлые годы, достаточно бюджета определенное значение имеет, но требуются новые проекты, программы, и я думаю, что и комиссия, и в целом депутатский корпус в этом направлении будет эффективно работать. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была председатель общественной палаты города Сочи, член комитета городского собрания по вопросам образования, науки и культуры, председатель комиссии по взаимодействию с общественной палатой города Сочи Надежда Козлова. Ну и время нашей передачи подходит к концу. Вы смотрели программу «В курсе». Всего того, чем живет наш город Сочи. С вами была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.